Появление этого прибора ждали не только сотрудники полиции. Всё чаще с жалобами стали обращаться горожане. Очень много в Уссурийске появилось любителей громкой езды. Что одним развлечение, другим головная боль и бессонница. При помощи вот такого нехитрого прибора теперь можно привлечь к ответственности любого нарушителя спокойствия горожан. Такой звук можно сравнить разве что с работой реактивного двигателя. Так называемые прямоточные глушители выбирают гонщики. Как уверяет этот автовладелец, спокойствие горожан не нарушает. В системе автомобиля предусмотрен переключатель. И по желанию мужчина может ездить и потише, и погромче. Аргумент водителя прежде всего это то, что он сейчас двигается в населенном пункте и не мешает гражданам. То есть они включают тихий режим, так скажем. А это первоначально сделано для того, чтобы повысить мощность двигателя. А можно это делать? По закону можно, но в случае, если шум не превышает установленный. Однако такой системой переключения снабжены не все спорткары. Разница же в производимых звуках весьма существенная. Если на этом автомобиле ехать погромче, нарушение получается значительное. При максимально допустимом разрешении шума в 96 дБ прибор фиксирует число 113. Когда водители начинают утверждать, что данная автомашина была выпущена и привезена в Россию от какого-то производителя, то я хочу сказать, что это, конечно, головная боль водителя. Потому что, в принципе, вы не имеете права нарушать законодательство Российской Федерации. Вы, конечно, должны устранить данные неполадки. Не заставил себя долго ждать и следующий гонщик. Кстати, такие любители погонять по улицам города активизируются больше в ночное время суток. Мы работаем и ночью, уверяют инспекторы. И советуют самовольно автовладельцам устранять подобное нарушение. Именно нарушение, по-другому такое переоборудование машин инспекторы не называют. Штраф за это 300 рублей. При этом с автомобиля на месте снимут и госномера. Для того, чтобы получить госномера, хозяин и владелец автотранспортного средства должен нам привезти сертификат соответствия качества. Поэтому он находится у нас только в городе Владивостоке. Без госномеров эксплуатация транспортного средства у нас запрещена. А потому передвигаться придется при помощи эвакуатора. С учетом расстояния до краевой столицы обойдется это автовладельцу в кругленькую сумму.